Сегодня вы будете решать примеры, которые разовьют ваш мозг. Вот один из них. Всё, меня это достало. Я ухожу. И больше никогда не вернусь в школу. Постой, постой. Это что же значит? Ты стала быть бомжом хочешь стать? При чем тут бомжи? Я просто не хочу больше учиться. В этом нет смысла. Сначала послушай, что я тебе расскажу. Однажды мои родители оставили меня у бабушки на весь учебный год. Балди, ты решил те задачи по математике, которые я тебе задала? Я не хочу их решать. Я не умею. Я хочу гулять. Не умеешь? Научим. Не хочешь? Заставим. Пока не решишь все задачи, на улицу не выйдешь. Не хочу. Не буду. Я сбегу от тебя. А ну марш делать уроки. Ишь ты, сбежать он вздумал. Не хочу. Не буду. Лучше сбегу. И буду жить сам по себе. И тогда не придётся учиться. Ага. Она решила всерьёз не выпускать меня из дома и заняться моим образованием. Ну уж нет. Так. Что тут нужно, чтобы открыть эту дверь? Гвоздодёрт, чтобы снять доски. Ключи, чтобы открыть замки. Пластиковая карта для электронного замка. И ещё эта задвижка. Как же её открыть? Провод куда-то ведёт. Да ну его. Буду я так заморачиваться. Я лучше через окно выпрыгну. Аривидерчи, бабуля. Как приятно вздохнуть полной грудью в воздух свободы. Теперь я могу идти куда захочу. Могу делать что захочу. И главное, никаких больше уроков. Ух. Что-то кушать хочется. Нужно было поесть перед побегом. Ну ничего. Сейчас что-нибудь в лесу найду. Древние жители выживали же как-то. А я чем хуже? Вот грибочек. А вот ягодки. Чем не еда? Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Эх, вкуснятина. Ой, 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 ой. Как же живот крутит. Похоже, чтобы питаться лесными продуктами, нужно знать, что можно есть, а чего нельзя. Что-то совсем прохладно стало. Скоро должна быть автозаправка. Там я попрошу поесть и смогу согреться. Думаю, люди помогут маленькому мальчику. Дяденька, я есть хочу, я пить хочу. Я замерз. А ты откуда такой взялся, попрощайка? А ну-ка я сейчас вызову полицию. Пусть они разберутся, где твои родители. Сейчас разберемся. А ну иди сюда. Стой! Стой, говорю. Только полиции мне не хватало. Еще завезут меня обратно домой. Куда же спрятаться? О, спрячусь в канализационном люке. Там и согреюсь. А ну пошел отседого. Ишь, сколько тут конкурентов развелось. Все хотят в мой люк залезть. Мне самому тут тесно. Дяденька, не выгоняйте меня. Я от полиции прячусь. Что? Полиция? А ну тогда сиди тут. Не высовывайся. Мне тоже неохота с ними встречаться. Дяденька, а вы кто? Я, эээ, бомж. А кто такой бомж? Бездомный бродяга. Сокращенно, человек без определенного места жительства. Значит, и я теперь бомж. Я ведь сбежала из дому. Получается так. А ты чего сбежал-то? Да я учиться не хочу. А меня заставляют. А зачем оно мне нужно голову забивать всякими дурацкими знаниями? Ведь куда лучше просто жить и ни о чем не думать? Вот что я тебе скажу, парень. Твои родители не вечно будут заботиться о тебе. Настанет время, когда тебе самому придется добывать себе деньги на хлеб. И если ты не будешь учиться и развивать свой мозг, чтобы овладеть навыками, как зарабатывать много денег, то ты будешь очень, очень, очень беден. И, возможно, даже станешь бомжом. Как я. А вы тоже не хотели учиться? Я просто ленивый. Не хотел ни учиться, ни работать. Здорово. Вот бы и мне так. Что же тут хорошего? Бомжом быть плохо. Я часто замерзаю, так как мне негде согреться порой. Я редко моюсь. Из-за этого у меня все тело чешется. И вши иногда кусаются. Если я заболею, то меня некому полечить. Меня часто преследует полиция. Они не любят таких. Обижают плохие люди. Я питаюсь очень скверно. Кстати, угощайся. А что это? Пахнет не очень. Булочка с сосиской. Тут в мусорном баке нашел. Бери, бери, не стесняйся. У меня еще есть. Нет уж, спасибо. Знаете, я лучше пойду. Иди домой, парень. Будь я на твоем месте, я бы взялся за ум. И начал учиться, чтобы в будущем иметь хорошую работу. Жаль, что я это понял слишком поздно. До свидания. И кстати, будь осторожен. В темное время суток тут ходить опасно. В округе бродит маньяк-убийца. Полиция приехала. Нужно спрятаться. Эй, мальчик. Идем со мной. Я дам тебе конфетку. Меня мама и папа учили, что с незнакомыми людьми нельзя никуда ходить. Особенно, если они предлагают конфетку. Но я же тебе ее не задаром дам. Мне просто нужна твоя помощь. Там бедный котенок попал в беду. Он залез на дерево и не может оттуда слезть. Он умрет от голода, если мы его не спасем. Идем поможем ему. Мама и папа говорили, что нельзя ходить с незнакомыми. Даже если они просят помощи. Какие умные у тебя родители. А вот ты, смотрю, не очень. Разбродишь тут один. А ну иди сюда. Стой! Куда ты? Господин полицейский! Господин полицейский! Кажется, это тот самый парнишка, о котором говорил продавец. Господин полицейский, отвезите меня, пожалуйста, домой. Я из дома сбежал. И теперь очень хочу вернуться. Ну что ж, садись в машину. Поехали. Спасибо вам, офицер, что нашли мальчика. Бабушка, ты знаешь, я сейчас пойду и сделаю уроки. Нет. Сейчас ты пойдешь умываться и спать. Нет. Сейчас я буду составлять протокол по делу побега мальчика. Нужно еще разобраться, почему он сбежал из дому. Нет. Я хочу делать уроки. Прямо сейчас. Понимаете, дяденька полицейский. Я сбежал из дому, потому что не хотел учиться. Но теперь я понял, как это важно. Для того, чтобы в будущем у меня была достойная работа. И хочу поскорее приняться за дело. Буквально. Ну тогда не смею тебя задерживать. Успехов в учебе. Теперь тебе понятно, как важно учиться. Да. Но объясните мне вот что. Вы учились, учились. И что из этого вышло? Разве у вас сейчас хорошая работа? Вы ведь немного зарабатываете. А, немного. Но я забыл сказать, что работа должна быть. Еще и любимая. А мне очень нравится моя работа. Ты себе не представляешь, как я люблю задавать вам сложные задачки. Вот я тут подготовил тебе еще парочку примеров. Ну что, справишься? Всем привет. Сейчас я прочитаю 10 случайно подобранных приветов. Поехали. Ратал Раталович, привет. Салахудин Барфейс, привет. Лисен Фокс, привет. Ангелина Чагарова, привет. Блед Саха, привет тебе. Дакпро, привет. Даниил Влог 5300. Флэшплей. Максим Зембеков, привет тебе. Нубик Трубик. Ну и конечно же, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Пишите в комментариях. Передавайте свои приветы. Делитесь с друзьями в соцсетях. Ну, на этом у нас сегодня все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.